Два момента. Мы видели, что в структуре Алиф-встреч, Алиф-клуба, есть такие моменты, как песни и игры, да? Темы мы уже сказали, какие должны быть. Какие же должны быть песни? В начале, в самом, песни должны быть очень простые. Детские, хорошие, вот даже мирские, но хорошие, знаете, такие добрые, добрые песни, да, да, хорошие песни. В конце Алиф-встречи можно включать еврейские песни. Хорошие, вот, Хаванагила, Черебим-Черебом, есть такая хорошая песня. Вот, можно подключать такие песни, но уже, когда темы становятся более глубокими, когда Алиф, ну, набирает свои обороты, тогда мы уже подключаем песни про славление и поклонение. Знаете, вот от душевного мы переходим к духовному. И нельзя затягивать этот момент. Вы знаете, что затянутый душевный момент, вот такой вот, он может сыграть только в минус. Мудрый, своевременный, мягкий переход. И за игры тоже. Игры, какие могут быть игры на Алиф-клубе? Игры тоже должны быть достаточно доступны, простые, чтобы в них могли принять участие все люди, задействовать абсолютно все возраста и, ну, всех людей. Игры могут быть как музыкальные. Очень хорошо используются на Алиф-клубах музыкальные игры. Например, «Угадай мелодию», вот такие вот самые простые, там можно использовать знакомые игры. Потом, там, «Угадай мелодию с трех нот», вот такая еще. Потом, с какого фильма песня звучит. Ну, вот в таком плане. То же самое, если хороший музыкант, он может наигрывать. Если же, да, если же ноутбук, например, то тоже можно хорошо подготовиться и использовать его. Потом такая игра, например, как «Нарисуй песню». Шесть столиков, человек выбирается с одного столика, представитель, отходит в сторону, мы даем каждому выбрать какой-то, вытянуть листочек с какой-то песни. Он смотрит, какая же песня попала, ага, попала песня, а нам все равно, да, ему песня. Вот его надо им нарисовать на ватмане, прийти в свою команду, показать вот это твое, и вот что хотите, то отгадывайте, какая это песня. Вот, он рисует, обычно отрисует зайцев с косами, да, потом подходит, показывает плакат, команда отгадывает и поет. Учитывается скорость отгадывания, там, ну, вот такие вот игры могут быть. Викторины обязательно включайте, всевозможные. Мы уже говорили, библейские, небиблейские. Это очень хорошо. И обязательно не забывайте давать людям небольшие призы. Это так приятно. Призы, конечно, хорошо, когда это сладкие призы, но хорошо, вот у нас есть сейчас, я думаю, в каждом городе есть такие небольшие ларечки, магазинчики, где продаются календарики с местами из Писания какие-то, да, такие вот наклеечки, там, красивые, Магеном Давида, там, еще чем-то. Используйте это, хорошо? Вот, ну вот. Я прочитаю приблизительную краткую библейскую викторину, чтобы было понятно, что мы имеем в виду, когда мы в самом начале даем библейские викторины. Например, вопрос, что создал Бог в начале? Варианты ответа. Человека, солнце и месяц, небо и землю, модную одежду. Следующий вопрос, да. Кто написал псалмы? Авраам, Даниил, Давид, Кучма. Какое природное явление появилось после потопа? Дождь, радуга, снег, туман. Кто был первым царем Израиля? Яков, Саул, Моисей, Лукашенко. То есть какие-то смешные такие можете задавать. Например, Господь обещал дать землю, где течет вино и сок, молоко и мед, вода и сок, золото и изумруды. И в конце, вот смотрите, такие вопросы уже. На какой горе казнили Машеха? Голгал, Элеонская, Голгофа, Арарат. Так, чем занимался в своей повседневной жизни отец Ешио? Скрипач, рэбэ, охранник синагоги, плотник. И в чем заключалось первое чудо Машеха? Из воды вино, из бани джакузи, исцеление больных, из моря шторм. То есть какие-то, да, какие-то такие смешные варианты ответов, но при этом, чтобы люди выбрали правильный ответ. То есть библейская викторина, она всегда тоже может быть очень творческая. Правда? И для людей интересно, и они запоминают многие ответы на вопросы. Теперь мы переходим к уикенду. Пишите уикенд, и мы будем сейчас говорить об этом хорошем мероприятии. Кто мне прочитает, какие темы вы записали, на уикенде должны быть? Прочитайте, пожалуйста. Кто такой, что делает и как наполнится? Как исполнится Духом Святым? Нельзя исключать из Алиф-клуба вот такое хорошее мероприятие, как уикенд. Уикенд, несмотря на то, что... Что такое уикенд? Это вообще выезд, да? Это где-то собрание, где-то выехать, где-то куда-то уединиться. Вообще идеально, чтобы это были сутки. Это вообще замечательно. Это день, ночь и на следующий день разъехаться. Но если нет такой возможности, можно уикенд проводить в течение дня. Утречком рано уехать где-то за город и вечером приехать поздно. Уикенд проводится обычно на свежем воздухе, за городом, где никто не мешает, да? А что скажете? А как же, что же делать, когда зима? Куда же мы можем людей вывезти? Можем? Ваши варианты ответов. Вернорожный курорт. Сауну на курорт. Вы знаете, я не знаю, как здесь. У нас в Бердичеве есть за городом небольшой такой пансионат, пионерский лагерь, например, какой-то, или пансионат, где можно договориться, но нам подключают, мы договариваемся, нам подключают, где можно договориться за умеренную плату вывезти на один день людей. Я вам хочу сказать, что сейчас я расскажу о летнем выезде, и я расскажу о зимнем выезде, как хорошо с людьми выехать летом, и как неплохо с людьми выехать тоже зимой. Когда мы выезжаем с людьми на уикенд, скажите, пожалуйста, ваши варианты, почему обязательно мы должны с людьми выехать на уикенд? Вот чем хорош вообще уикенд на Али в клубе? Сближение. Очень хорошо. Отдых. Человек раскрывается на уикенде. Раскрепощается. Отлично. И еще вот такая изюминка такая тоже. Ага. Ой, как хорошо. Вы знаете, когда мы вывозим людей, мы знаем точно, что человек, во-первых, он настраивается на целый день. Он никуда не спешит. Он знает, что вот здесь вот его привезли утречком, и вечером его увезут. Он договаривается дома, он решает все свои семейные дела дома, и он вот этот вот день целый, а то и сутки, он полностью посвящает Алифу. Отдыху, общению, сближению, что-то послушать еще, да? О чем-то поделиться, самому о чем-то рассказать. Фаина вытащила фотографии. Вот, кто еще не видел, вот у нас есть фотографии именно с летнего уикенда. Тогда у нас очень большой был выезд уикендовский, много служителей, много людей поехало. Как же подойти нам к уикенду? Вообще, это очень серьезное мероприятие. Вы сами понимаете, что выезд вывести Алиф-команду и людей с Алиф-клуба, если Алиф-клуб на 50 человек плюс команда, это достаточно приличный выезд. Вот. Должна быть очень хорошая подготовка. В подготовку должны включиться все, вся команда. Очень хорошо подключать людей в вспоможение. Администратор со своей командой должен заранее выехать на место, где должен быть проходить уикенд. Он должен посмотреть местность. Место должно быть достаточно, ну, открытое. Хорошо, когда есть рядом какая-то речечка. Ну, когда теплое время, да? Мы сейчас говорим о теплом времени. Хорошо, когда деревья. Кто-то хочет где-то уединиться, погулять. Хорошо, когда поляна есть. Люди могут поиграть в волейбол, еще в какие-то игры. Нужно продумать все мелочи, тонкости. А вдруг пойдет дождь. У нас такое было. Пошел дождь. Ну, он пошел ненадолго, потому что мы все стали молиться. Вот. Но он пошел. И мы продумали, были продуманы такие из полиэтилена большие, ну, как бы, накидки, навесы. Администратор со своей командой должен рассчитать и продумать меню на целый день. Людей нужно накормить завтраком, обедом и ужином. Здесь я вам хочу сказать, можно тоже так выйти хорошо из положения, без больших затрат. Вы знаете, когда много, большое количество людей, тут можно даже вот настолько рассчитать еду, чтобы не было таких больших количеств затрат. Вот мы тогда, помню, то, что у нас еще было, мы сами сносили еду, вот у кого какая была. И вот из-за этого мы говорили, мы можем то-то, то-то принести. Там кто-то мог со своего огорода что-то принести. Вот я принесу огурцов, кто-то еще мог принести. И команда, и люди. Мы оговаривали это в команде, и мы же говорили людям о том, что мы выезжаем на уикенд. Что вот, а вы знаете, в следующем планируете так, что через две недели планируете свое время, что мы будем выезжать на уикенд. И люди уже готовились заранее к уикенду. И они предлагали сами, а что же они могут взять с собой, чем они могут помочь, как они могут поучаствовать. Это была и еда, это говорит, а у меня есть волейбольный мяч, а у меня есть бадминтон, а у меня есть то-то. Да, организовывает вот это руководитель столика, общается с людьми и уже знает ситуацию и с едой, и со всяким инвентарем на выезд. Делаются закупки предварительные, обязательно, предварительно должны быть закупки. Это все должно быть очень хорошо рассчитано, продумано, оговорено. Ну, серьезная подготовка. Значит, это мы тогда потом говорим. Хорошо. Значит, и мы готовимся, приглашаем людей. Мы говорим о том, что люди могут выезжать со своими родственниками, взять можно своих знакомых, друзей и выехать с нами вместе, хорошо провести время. Мы делаем вот такой вот выезд. Мы брали автобусы, заказывали автобусы и вывозили людей на автобусах. Когда мы приезжали, ну вот у меня есть расписание тоже уикенда, я могу тоже продиктовать это расписание, расписание уикенда, тоже по минутам, буквально от утра, с утра до вечера. Сейчас диктовать? Давайте. Да. Тогда мы уже будем смотреть по расписанию, какие-то вопросы могут возникать. 10, 9, 20. Ой, 10, 10, 20. 10, 20. Приезд. 10, 20, 11. Завтрак. 11, 12. Игры. Игры на знакомство, волейбол, свободное время, общение, час. 12, 00, 12, 10. Песня. Игры 11, 00, 12, 00. Игры. Песня 12, 00, 12, 10. Да, можно взять несколько песен. Песня может быть в начале такая тоже совместная, такая хорошая песня, простая. Но обязательно уже нужно включать серьёзные песни. Да, песни про славление. Вот тут у нас включена песня о Духе Святом. 12, 10, 12, 10, 12, 50. Тема «Кто такой Дух Святой?» 12, 50, 13, 30. Вы видите, что время достаточно долго для обсуждения. Обсуждение по группам. 14, 00, 15, 00. Обед. Ну, потом, пока люди придут, пока они дойдут до обеда, пока расположатся. 14, 00, 15, 00. Обед. Я расскажу. Я расскажу, да. Обед. 15, 00. 17, 00. В свободное время. Купание, игры, песни. При этом руководители групп, их помощники всегда находятся со своими людьми. 17, 00, 18, 00. Тема. Вот здесь такой пример, что совмещены две темы. Что делает Дух Святой и как я могу исполнен быть Духом Святым? Эту тему можно бы две темы сдать за этот час. 18, 00, 18, 30. Молитва, поклонение. 19, 30, 19, 00. Ужин. 19, 00, 19, 10. Отъезд домой. Да, если на целый день. 18, 30, 19, 00. 19, 00, 19, 10, отъезд домой. Вы знаете, если вы сможете выехать с людьми больше, чем на день. Если вы захватите целый день, они смогут где-то отдохнуть, ночь переночевать, ну, в палатках или еще где-то. И на следующий день, полдня, тогда вы две темы можете, ну, рассоединить. Можно дать отдельно две темы. Здесь мы соединили. Мы совместили две темы. Кто готовит ужин и обед, и завтрак? Команда вспоможения. Команда вспоможения. Команда вспоможения, да. Потому что это как праздничный концерт, мы приглашаем других людей, так и уикенд мы тоже можем пригласить помощь из общины. Очень важно, чтобы эти две, все три темы были хорошо и глубоко освещены. Чтобы был хороший спикер. Потому что это время, проведенное на воздухе. Может быть, могут быть какие-то отвлечения. Ну, свежий воздух, лес, природа. И очень хорошо, когда спикер, он может держать хорошо внимание людей. Потому что тема достаточно серьезная. Не исключать в уикенде отдыха и игр. Потому что люди, они все равно приезжают на природу. Они приезжают в лес, они хотят немножко отдохнуть и расслабиться. После последней темы. Как я могу быть исполнен Духом Святым? Мы обязательно молимся. У нас было два примера молитвы. Мы молились на одном уикенде, мы молились все вместе. Уже люди знают, что такое Дух Святой. Как мы можем молиться. Они все это уже слышали. И мы предлагаем людям молиться. Мы молимся за людей, предлагаем людям молиться. И люди получают молиться, исполним Духом Святым. И люди начинают молиться на языках. Люди получают, ну, исполняются Духом Святым. У нас был другой пример еще. Мы приглашали желающих людей. Потому что мы посмотрели, что было очень, как раз на одном из уикендов было очень много гостей. Людей, которые не проходили али в курса, али в клуба. Они приехали со своими родными. Мы пригласили, мы темы давали. Мы приглашали людей, кто хочет помолиться, мы их приглашали. У нас даже есть фотографии, где люди просто отходят в сторону. Мы отошли с ними в сторону. И там мы молились за людей и вели их в молитве. Это тоже очень хороший пример. Может быть так и может быть так. И люди получали вот это исполнение Духом Святым. Это было просто замечательно. Люди очень откликаются, когда звучат песни о Духе Святом. Когда вот это поклонение идет. Очень сильно Бог касается через это поклонение на Укенде. Когда много людей, когда мы все, знаете, действительно никуда не спешим. Когда вот эти хорошие темы, молитва. И когда идет такое поклонение. Нельзя исключать вот этих песен о Духе Святом. В зимнее время мы проводили это в пансионате. Обязательно нужно посмотреть, чтобы люди были хорошо устроены. Проживание в комнатах хорошо, когда вот, например, люди, руководитель малой группы, он с несколькими женщинами живет, со своей группы. Там или мужчина с братьями в комнате, да, если там по несколько человек в комнате. Вот у нас так и получалось. Это очень замечательно. Он сможет провести с ними там какое-то еще более близкое время в комнате. Мы там ночевали, не помню. Мы не ночевали там. Не, не ночевали. Вот. То же самое. У нас, могу тоже продиктовать зимнее время. Не надо, да. Но мы тут включили катание на санках. У нас было и катание на санках, там игры, там снег был. Это зима была. Можно на лыжах там включить какое-то. Это, вот, так что, ну и в принципе то же самое было. Это был выезд на один день, мы две темы совместили. Вот. И потом была у нас молитва за людей. Ну вот такое вот, такое описание уикенда. Я все-таки повторю, что очень важно выехать на этот уикенд. Не упускайте возможности. Вы знаете, когда люди потом приезжают после уикенда, когда первая встреча Али в клубе после уикенда, людей просто не узнать. Это совсем другие люди. Дух Святой настолько сильно проводит за это время в них свою работу. Мы говорили о том, что служение Али в клубе – это служение Духа Святого. Вот именно здесь начинается такое настоящее служение. На этом уикенде. Настоящее служение и Духа Святого, и наше. Когда мы после Али в курсе проводим опрос, свидетельство, вы знаете, большинство людей, они говорят о себе, о пережитых таких моментах, именно отталкиваясь от уикенда, когда они именно пережили встречу с Духом Святым. И они уже видят изменения в своей жизни после этой встречи. Даже после покаяния, темы покаяния, даже после темы Библии – это всё идёт по нарастающей. Но когда они встречаются с переживанием Духа Святого, очень больше свидетельств о их переменах, о их ярких переживаниях Али в клубе именно после уикенда. Поэтому уикенд – это одна из основных составляющих Али в курсе, прохождение всего Али в курсе. И большая просьба, если вы будете планировать, эта группа может быть, допустим, у нас не такая большая, даже пускай она будет из такого количества людей 10-15 человек, это всё равно действует. Это всё равно очень сильно действует, и приходят перемены. Приходят перемены к людям, и люди становятся уже другими. Поэтому у нас есть одна из игр, игр уикенда. Мы можем её сыграть быстро сейчас. Да? Проведёшь? Как пример. Да, это будет как пример. Вы знаете, что на уикенде могут быть игры разные, но учитывая, что там свежий воздух, много простора, можно сделать игры такие более подвижные. Но не с бегом, понятно. Ну, такая вот подвижная игра. Значит, мы сейчас поиграем с вами в игру. Нам хорошо встать. Продолжение следует...